всем привет начинаем шить нашу тунику это вот верхняя часть кроя это подклад это у меня завязки и рюши сейчас покажу как я соединяю рюши может быть кто-то не знает вот таким вот образом я срезаю чтобы они были примерно на 45 градусов под углом и и складываю их вот таким вот образом стачиваю когда мы разворачиваем шовчик идет наискосок все рюши соединила и теперь нам нужно вот этот вот край рюши срезать закруглить то есть неправильно выразились закруглить складываем все вместе и закругляем вот так все сейчас я обработаю на верлоке и подверну один раз и подошло вот так я обработала вот так получилось и здесь а с этой стороны две строчки для сборки наши рюши готовы сейчас займемся завязками сгибаем пополам сгибаем пока пополам скалываем так обе и краешек кончик не захотелось заострить я сделаю его под углом вот так этого можно не делать и сейчас стачиваю я сначала подрезаем наши уголки чтобы они хорошо вывернулись выворачиваем обе завязочки все я тут уже собираем нашу туничку для начала нам нужно стачать плечевые швы укладываем вот таким образом и стачиваем плечевые швы на основной ткани и на подкладке вот так их заутюживаем в разные стороны теперь мы будем их соединять верхнюю часть и подкладку накладываем лицом к лицу уравниваем плечевые швы и скалываем их видите у нас припуски в разные стороны заложено все расправляем аккуратненько и скалываем вот еще по пройме по горловине так вот что у нас получилось стачивать будем по горловине и по пройме с обоих сторон примерно на 07 сейчас округлые части нужно вот так вот рассеть чтобы хорошо вывернулась все округлости делаем так и и выворачиваем выворачивать нужно именно вот отсюда с этой стороны со стороны переда начала одну часть потом другую хорошенько расправляем шовчики наши так и хорошенько их приутюживаем вот так у нас получилось сейчас мы будем стачивать боковые швы разворачиваем вот таким образом соединяем вот так вот прикладываем наши шовчики скалываем ровненько их и скалываем подкладку и основную часть стачиваем и точно так же делаем вторую половинку второй боковый шов вот так у нас получилось здесь вот так все должно быть ровненько и теперь аккуратно складываем в разные стороны загибаем припуски хорошенечко так вот все расправляем и все это приутюживаем здесь вот уберется приутюживаем один бочок второй вот приутюжили теперь срезаем все лишнее если где-то от выкладываем выглядывает подклад то его нужно срезать все лишнее лишнее убрать все должно быть ровненько вот так и займемся рюши собираем нашу рюшу сначала белую вот вот такое расстояние сначала еще приколим наши завязочки только к верхней части только красненькой вы видите да куда прикалываю к самому к саму шучку подгоняем вырезу по спинке так и сейчас мы будем прикалывать на нашу уже подготовленную рюшу собранную выкладываем ее аккуратненько по периметру вот этому периметру нашего подола аккуратно прикалываем можно приметать я видимо так сделаю так в общем так вот аккуратно все раскладываем и прикалываем одну прикололи теперь следующую равномерно все прикололи все и я ее все-таки приметаю так мне будет проще и и потом пришить приточать и металами и притачиваем вот отсюда и вот по всей этой территории так сейчас я убрала все нитки сборки и наметки и так далее и будем прикалывать ее к подкладу соединяем боковые швы все убираем внутрь и вот эту часть уже все расправляем аккуратно вот так то есть я буду стачивать по шву притачивание рюши и оставлю здесь вот расстояние для вывертывания именно по ровной части потому что подшивать вот где округлая часть будет потом неудобно вот я сначала выворачиваем расправляем расправляем все нужно тоже от утюжить от утюжить все это все теперь нужно вот эту часть не зашитую просто вручную потайными стежками решить зашить сначала прикалывая булавочками и сейчас вручную пищу все готово все расправляем утюжим сейчас покажу как я завязываю бантик вот так вот продеваем вот так и теперь смотрите следите за моими руками вот так и вот так и бантик смотрите получается довольно таки аккуратный вот эти нижние ленточки они внизу вот и все расправляем такая получилась у нас туничка а а